У вас потихонечку начинает получаться, вы тянете, но нам нужно не тянуть, нам нужно бум, тянуть, не бросить, бум, 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 бум. Нужен рывок, расслабленные мышцы, рывок, расслабленные, рывок, расслабленные, рывок, не тащи, бум. Понимаете? Давайте. Алексей Борисович, скажите, вообще техника учимата, насколько она проста в обучении? Как быстро может ученик, который, допустим, второго года обучения, выполнить эту технику? На засыпку вопрос. Все? Честно. Все зависит от индивидуальных качеств каких-то? Да, 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 конечно. Кому-то идет, кому-то нет. А вообще вот, ну, сам механизм хотя бы вот этой вот тяги, он потом применим к другим техникам? Механизм, вот это, вот это, вот это, цурикоми. Ага. Цурикоми, это просто база для всего. Вот то, кто хорошо научится вот это вот делать, любой бросок, он потом. Слоя, морота, слоя, куча, да, я тоже. Это, асота, гария, куча мата. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это база. Ну, вот по вашему опыту, сколько времени уходит на того, чтобы, ну, так, на оценку, там, четверочка выполняли? Год. Год. А возраст, вот когда, ну, такой идеальный вариант, когда можно уже так давать? Давать с самого начала, да. Ну, ну, это база, это база, это движение, это база. Хорошо, спасибо. И кто его осваивает, тот потом начинает показывать. Вот я сейчас смотрю, здесь, на сегодня у нас на тренировке присутствует Екатерина Аршелюк, да? Вот она его идея. Чемпионка России этого года, вот она делает учимата, да, один из ее таких коронных приемов? Да. Ну, она выступает в категории плюс 78 килограмм, и вот для тяжеловесов как трудноосваиваемый или, в принципе, не имеет значения? Нет, только этим с ней и занимались, и от этого у него там пошли уже вот эти движения, и вот эти движения, и волчи, и пасота, ну, то есть оно, вот, оно, база. Ну, и вообще, как я вижу, оно и, в общем, развивает, так сказать, и мышечную силу, да, и координационно. Это база, это база. Ты же сейчас не знаешь. Вот, как вы видите, уважаемые зрители видеоканала «Понят дзюдо», вот эти вот, на первый взгляд, простые базовые упражнения дают возможность в последующем наложить другие техники дзюдо, которые можно изучать и практиковать. Как сказал Алексей Борисович, это не только учиматы, это учигари, японсуенаги, сотугари и так далее и тому подобное. Это такие базовые упражнения, но и оно очень хорошо подходит для учимата, которые сегодня мы также увидим в исполнении Алексея Борисовича.